Всемирная история древнего мира. Пятый класс. Вегасин. Параграф 19. Персидская держава царя царей. Три великих царства в Западной Азии. После гибели ассирийской державы все двуречие покорилось вавилонскому царю. Вавилон стал самым большим и знаменитым городом Западной Азии. Купцы привозили сюда товары со всех концов света. Обнесенный мощными стенами он казался неприступной крепостью. Вавилонские войска захватили финикийские города, Сирию и Палестину. Не выдержал осады Иерусалим. Разрушен был храм, построенный некогда Соломоном, а население уведено в плен. Вавилонское царство стало почти таким же огромным, как прежде Ассирия. В западной части полуострова Малая Азия располагалось Лидийское царство. На песчаных берегах рек Малой Азии можно было найти крупицы золота. Песок здесь золотоносный. Именно в Лидии в VII веке до н.э. начали чеканить первую в мире монету из плава золота с серебром. Богатство лидийского царя Крёза вошло в поговорку. К востоку от Лидии простиралось третье великое царство – Мидия. Ее территория была обширна, но жившие здесь племена не всегда подчинялись медийскому царю. Одним из таких племен были персы, населявшие земли неподалеку от Персидского залива. Завоевание персов. Предводителем персов был Кир. Он поднял восстание против медийского царя и, разгромив его, стал владыкой обширного государства. С многочисленным войском конных лучников Кир двинулся дальше на запад. Он осадил лидийского царя Крёза в его столице – городе Сарды, победил и взял в плен. Затем пробил час Вавилонии. Кир начал с ней войну и одержал победу над вавилонским царевичем Валтасаром. Но жители Вавилона запаслись продовольствием и готовы были выдержать любую осаду. Штурмовать же крепости персы не умели. Они привыкли встречаться с противником в открытом поле. Древнегреческий историк Геродот рассказывает, что персидский царь придумал военную хитрость. Кир видел, что через город течет Ефрат и приказал своим воинам выкопать канал, чтобы отвезти реку в другое русло. Ефрат сразу же обмелел, вода доходила людям лишь до колена. По руслу реки персидское войско проникло в город. В 538 году до н.э. Кир торжественно вступил в побежденный Вавилон. Царь разрешил всем переселенным народам вернуться на родину. Вернулись и евреи. Они построили заново храм бога Яхве в Иерусалиме. Ни одному полководцу прежде не удавалось одержать так много замечательных побед. Ни один царь не владел столь обширным государством, как Кир Великий. Его держава простиралась от границ Индии на востоке до Средиземного моря на западе. Сын Кира продолжил завоевание и в 525 году до н.э. захватил Египет. Легенда о происхождении царя Кира по рассказу Геродота. Предсказали медийскому царю Астиагу, что сын его дочери отнимет у него престол. Испугался царь и выдал дочь замуж не за медийца, а за перса. Он думал, что сын перса никогда не сможет править в Медии. Когда же у нее родился ребенок, вновь звездочеты сказали, что он будет царю, и приказал Астиаг умертвить своего внука. Но вельможа, получивший это поручение, пожалел младенца. Отнесли его в горы и отдали на воспитание рабу-пастуху. Маленький Кир не знал, что он сын медийской царевны. Однажды сверстники избрали его своим царем в игре. Увидев мальчика в этой роли, Астиаг тот час понял, что это его родной внук. Однако он решил, что предсказание уже сбылось. Кир стал царем среди мальчишек. Считая, что отныне внук ему не опасен, он сохранил ему жизнь. Персидская держава при Дарии I. Самым могущественным правителем Персии был Дарий I. Чтобы обезопасить себя от заговоров и восстаний, царь содержал огромное количество тайных осведомителей, которые назывались «глаза и уши царя». Крупнейшие города-державы были соединены широкой дорогой, которую называли «царской». На ней через каждые 20-30 километров были расставлены посты с лошадьми и людьми, готовыми немедленно отправиться в путь. Концы могли, сменяя друг друга, как на крыльях, мчаться из города в город, доставляя указы царя царей. Население завоеванных стран платило налоги. Египет и Вавилония ежегодно должны были поставлять царскую казну десятки тонн серебра. Огромные средства уходили на строительство роскошных дворцов в Персеполе и в других городах. Под Новый год, который отмечался весной, в Персеполь прибывали посланцы из всех частей обширной державы. Они приносили царю дары от самых далеких племен. Одни вели верблюдов, другие – коней, третий – баранов или ослов. Вавилоняне несли драгоценные кубки, лидийцы, золотые браслеты и вазы. Как писал Геродот, «Все, что произрастает в персидском государстве и все, что изготавливается ремесленниками, доставляется царю». Только персы ничего не платили, так как они были народом господ. В личной охране царя было 10 тысяч бессмертных воинов, прекрасно обученных и вооруженных. Когда же начинался большой поход, то несметные полчища собирались из всех покоренных областей. Персидская держава поглотила почти все государства, о которых до сих пор шла речь. Недаром она именовалась «Царство стран», а ее властитель носил пышный титул «Великий царь, царь царей». Библейская легенда о пире Валтасара Валтасар устроил роскошный пир для тысячи вельмож вавилонских. Пили они вино и славили своих богов. Вдруг пирующие увидели кисть руки, которая чертила огненные знаки на белой стене. Валтасар изменился в лице. Мысли его смешались и задрожали колени. Закричал он, чтобы привели мудрецов вавилонских. Кто прочитает написанное и объяснит мне значение, тот получит пурпурные одежды и золотое ожерелье. И вот вышли все царские мудрецы, но никто не мог прочитать написанное. Позвали тогда еврейского пленника Даниила. Напомнил он о творимых вавилонскими царями беззакониях и гордыне их и сказал, За это и послана рука богом Яхве и начертана здесь «Мене Текел Упарсин». Это значит, что исчислено царство твое, взвешено и отдано персам. В ту же ночь погиб Валтасар царевич Вавилонский. Продолжение следует...